Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в очередной выпуск наших интересных новостей. И сегодня вас ждет Илон Маск, который предлагал Apple купить компанию Tesla, но Тим Кук даже не согласился прийти навстречу. Тем временем, Apple может представить собственный электромобиль в 2021 году. Электрический самолет от MetroHop демонстрирует способности короткого взлета. Новый калифорнийский стартап представил электрокупе в ретро-стиле Alpha Ace. И напоследок, для виртуальной реальности разработали подвесной экзоскелет. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на канал, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! В Твиттер появился свежий пост, в котором были раскрыты некоторые тайны из истории компании Tesla. Как оказалось, ее глава Илон Маск совсем недавно пытался продать автопроизводителя другому техногиганту. В своем посте Маск поделился достаточно интересным случаем, который, как ни странно, стал достоянием общественности лишь сейчас. В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компании Apple. Он отказался от встречи. В каком именно формате Илон Маск обращался к Тиму Куку, остается только гадать. В Apple отказались комментировать заявление Маска. По состоянию на 23 декабря рыночная капитализация крупнейшего производителя батарейных электромобилей составляет 606 миллиардов 980 миллионов долларов. То есть, Apple могла договориться о покупке Tesla за 60 миллиардов долларов. Но история, как известно, не терпится слагательного наклонения. Поэтому дальше фантазировать на эту тему нет смысла. Эта информация становится еще более интересной на фоне того, что буквально на днях появились убедительные слухи о выпуске компании Apple собственного электрокара. Об этом, кстати, мы поговорим далее. Apple действительно готовится к презентации собственного беспилотного автомобиля в третьем квартале 2021 года. Тайваньские производители начали готовиться к наращиванию темпов производства компонентов для электромобилей во втором квартале 2021 года. Среди них Хеда, Безлинг, Хекин и Томита. По предварительным данным, именно эти компании должны стать поставщиками для Apple Car. Прототипы электромобиля уже проходят секретные испытания в Калифорнии, а презентация может пройти в сентябре следующего года. Разрешение на проведение тестов Apple получила еще в 2017 году. После этого компания вывела на дороги кроссоверы Lexus RX, которые были оснащены беспилотной системой собственного производства. О том, что Apple работает над созданием собственного электромобиля, стало известно в сентябре 2015 года. По данным на начало апреля 2016 года, в проекте Titan работали 600 инженеров под руководством главного дизайнера компании Джонатана Айва. При создании автомобиля Apple решила использовать собственные наработки. Речь идет о сенсорах, аккумуляторах и программном обеспечении. С развитием электрической авиации самолеты с укороченным разбегом могут стать реальной альтернативой летательным аппаратам с вертикальным взлетом. Последние тратят слишком много энергии при взлете и посадке, тем самым существенно ограничивая полезную дальность своего полета. Электросамолет, проектируемый компанией MetroHop, решает эту проблему за счет короткого взлета с взлетно-посадочной полосы, не превышающей 25 метров. Новая машина будет оснащена большими крыльями и необычным шасси с интегрированными в него электродвигателями, с помощью которых самолет будет быстро набирать необходимую для взлета скорость. Кроме того, шасси будут оснащены специальными рычагами, обеспечивающими подъем, опускание и отклонение корпуса назад для обеспечения максимальной подъемной силы и сопротивления, когда это будет необходимо. Благодаря этим ноу-хау, новый самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 250 км в час и совершать перелеты протяженностью до 200 км. В момент приземления ноги шасси смягчат резкий толчок при контакте с взлетно-посадочной полосой. Новый американский стартап Alpha Motor Corporation, который базируется в Вирвайне, представил интереснейшее электрическое купе Alpha Ace. Модель основана на фирменной платформе компании, она уже доступна для предзаказа. Модель Alpha Ace представляет собой двухдверное компактное купе, выполненное в ярко выраженном ретро-стиле. Для внешней отделки разработчики выбрали особый серебристый цвет Blue Seraph, который напоминает полированный металл, покрытый прозрачным лаком. В электромобиле установлено два полноценных сидения для взрослых пассажиров и небольшие сидения сзади, которые можно использовать скорее для вещей, чем для людей. Интерьер оформлен в спартанском стиле. Вся полезная информация выводится на крупный дисплей в середине центральной панели. Электромобиль Alpha Ace приводится в движение одним электродвигателем, мощность которого, к сожалению, неизвестна. Однако разработчики уверяют, что он может разогнаться до 100 км в час всего за 6 секунд. Емкость батареи в полу также пока не озвучивается, но известно, что она рассчитана на запас хода в 400 км. Оснащается система термального управления и поддерживает скоростную зарядку. Точные сроки выхода Alpha Ace пока не называют. Ситуация будет зависеть от количества предзаказов и рыночной ситуации. На данный момент стартап Alpha Motor Corporation уже показал две модели – Ace и Icon. Но останавливаться на этом не собирается. В его планах – целое семейство электрических моделей. Немецкая компания Holotron представила прототип экзоскелета для виртуальной реальности. Он подвешен на стене и может наклоняться вместе с пользователем в разные стороны. А также способен воспроизводить усилия, действующие на тело во время контакта с объектами виртуального мира. Современные серийные системы виртуальной реальности обеспечивают реализм и погружение, задействуя зрение и слух. Однако для полного погружения в виртуальный мир необходимо имитировать реальный мир и для других органов чувств. Ключевой недостаток современных VR-шлемов заключается в невозможности имитации физического контакта. Например, при открывании двери человек толкает или тянет ее на себя и чувствует при этом сопротивление. Поскольку дверь имеет некоторую массу и может быть закреплена на плохо раскрывающихся петлях. Обычный VR-шлем с контроллерами не может корректно передать это взаимодействие. Существуют лабораторные проекты и отдельные серийные устройства, имитирующие физический контакт, а также сопротивление предметов. Но чаще всего они представляют собой активные VR-перчатки, поэтому с их помощью можно имитировать только контакт виртуальных предметов с руками. Компания Holotron разработала экзоскелет для виртуальной реальности. В основном предназначены для имитации взаимодействия виртуального мира с ногами. Экзоскелет состоит из двух массивных рам для ног и поддерживающей рамы за спиной. В каждой ноге есть по два мотора. Один отвечает за сгибание и разгибание колена, а второй предназначен для бедра. При обычной ходьбе человек может свободно двигать ногами. Однако при контакте с предметами, например с большим мечом, использованный в демонстрационной программе, моторы передают на ногу усилие. Максимальное усилие составляет 150 ньютон метров, но оно может быть программно ограничено для безопасности работы. Главная особенность экзоскелета заключается в том, что он не стоит на полу, а подвешен на стене. Причем он не зафиксирован на ней, а прикреплен через платформу Стюарта. В исходном положении экзоскелет располагается параллельно стене, но за счет раздвигаемых ног платформы его можно наклонять в нужную сторону. Разработчики использовали это для нескольких применений, в том числе имитации пониженной силы тяжести и для более реалистичной езды на виртуальном лонгборде. В нынешнем виде экзоскелет это ранний прототип стоимостью 55 тысяч евро, собранный из простых компонентов. В том числе существенная часть корпуса платформы собрана из дерева. В будущем инженеры планируют создать более компактную версию из металла, которая будет не крепиться на стену, а устанавливаться на пол и висеть на напольном подвесе. Это была последняя тема на сегодня друзья, спасибо что досмотрели этот выпуск до конца, не жалейте лайков для него, обязательно подпишитесь на канал, не забудьте поставить колокольчик, ну и конечно же я жду ваших комментариев внизу. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться, я желаю вам отличного новогоднего настроения друзья, не переключайтесь, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok